Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Дорожная обстановка в регионе снова в центре внимания. Погодные условия не дают возможности расслабиться. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили телесные повреждения. Так накануне вечером в Гомеле под колеса у пилястры попала пенсионерка. За рулем иномарки находился 27-летний водитель, который совершил наезд на одном из пешеходных переходов улицы Сосновой. Пострадавшая женщина попала в больницу. Еще одна авария с подобным сценарием произошла в Гомельском районе. В Гомельском районе был совершен наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжать дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Обозначена световозвращающими элементами женщина не была. С травмами она была заставлена в больницу. В преддверии Нового года не стало меньше работы и у спасателей. Зафиксировано три пожара, в результате которых повреждены два строения. Среди них издание церкви христиан веры евангельской «Благодать» в Хойниках. На момент прибытия подразделений к месту вызова открытым пламенем горело одноэтажное деревянное здание, обшитое сайдингом. Выяснилось, что данная постройка использовалась под церковь, пастором которой является мужчина 1973 года рождения. Пожар был оперативно ликвидирован в застегнутых размерах. В результате пожара огнем повреждена кровля здания и имущества. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Хуже быть не может. В Гомеле дома погибла двухнедельная девочка. По факту смерти новорожденной проверку проводит городской отдел следственного комитета. Трагедия произошла утром 23 декабря. Ребенка без признаков жизни обнаружили в квартире родители. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, пока не выявлено. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.